Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Дауир, фамилия моя Шакиржан. Особое приветствие и за подписчиком моего канала на YouTube. Целевой аудиторией видеороликов из эзотерического направления является Брахманы, то бишь представители четвертой касты. Только лишь Брахманы могут понять глубинный смысл моих эзотерических лекций и тех моих видеороликов, где мы рассматриваем нюансы процессов, происходящих на тонких планах. Естественно, для полноты картины мира нужно постоянно расширять круг терминов, постулатов, аксиом и понятий касательной сферы эзотерики. В этой связи мы продолжаем рассматривать термины восточной эзотерики. Есть такой термин, как гипноз. Он, конечно, известен в целом мире. И это слово широко распространено. Мы рассмотрим то, что вкладывают в этот термин деятели восточной эзотерики. Итак, гипноз. Большинство людей не представляют себе, какие ужасные силы таятся в гипнозе. Помнишь, что его никогда, никогда, никогда не следует использовать, если для этого нет каких-то особых причин. Любой человек, если он не прошел курс специальной подготовки, может быть загипнотизирован. При этом не играет роли экстравертный или интровертный этот человек. Загипнотизирован может быть кто угодно. Гипнотическое состояние относится к состоянию повышенного восприятия. Человек, подвергшийся гипнотическому влиянию, осознает только то, что ему говорит гипнотизер. И не может самостоятельно определить правду или неправду, ему говорят. Прежде чем гипнотизер подействует на человека, тот должен поверить в то, что может быть загипнотизирован. Возможно, сознательно он и не верит в это, но его вера спрятана на подсознательном уровне. Возникающие в результате этого несоответствия напряжение помогает гипнотизеру. На сеансе гипнозии в психике человека происходит особое переподчинение. Небольшая сущность, которая осознает хорошее или плохое, удаляется со сцены и больше не оказывает влияния на происходящие процессы. В действие же приходит огромная подсознательная область, составляющая 9 десятых внутреннего мира человека. Подсознание подобно огромному неотесанному мужику, который настолько нерасторопен, что не может отличить хорошего от плохого, однако все же обладает достаточным количеством энергии для того, чтобы кое-как справляться с происходящим. Когда цензор, занимающий 1 десятую нашего ума, не участвует в выборе линии поведения, подсознание может сделать все, что угодно. Гипнотизер может, например, внушить субъекту, что есть гипнотизируемому, что заряженный револьвер, который держит в руках, это игрушечный пневматический пистолет. Таким образом, если гипнотизеру удастся убедить подсознание гипнотизируемого в том, что после нажатия на курок раздаться невинный хлопок, гипнотизируемый может убить ни в чем неповинного человека. Особенно опасно гипнотизировать людей в состоянии депрессии и внушать им, что они счастливы, потому что это может послужить основой для появления у них невротических привычек, которые намного хуже, чем первоначальная депрессия. Все это может кончиться самоубийством. Человек, который ходит на вечеринки и экспериментирует там с гипнозом, представляет собой серьезную угрозу для других людей, и поэтому его место в камере одиночки. Ведь если этого не сделать, может случиться так, что по его вине в этой камере окажется кто-то из его друзей. Почти каждого можно загипнотизировать, и если это проделалось с человеком несколько раз, он может сотворить что угодно. Для этого достаточно лишь внушить ему действия таким образом, чтобы он поверил в то, что делает доброе дело. Если это с ним проделано, он теперь готов к тому, чтобы выполнить любую волю гипнотизера. Если кто-то не признает этого, не вызывает сомнения, что он делает это для того, чтобы скрыть особую опасность, стоящуюся в гипнозе. В действительности гипноз представляет собой преступление против Высшего Я. Ведь как иначе может быть расценено вмешательство в механизмы управления человеческой психикой, которые доступны лишь Высшему Я? Так можно сотворить себе карму, которую потребует многих воплощений для того, чтобы ее улучшить. Таким образом, если у тебя есть желание гипнотизировать или быть загипнотизированным, прежде чем браться за это дело, хорошенько подумай, не следует ли отказаться от своих экспериментов. В руках хорошего специалиста, а не комедианта, гипноз может быть использован в качестве средства в узнать о прошлых воплощениях. Человеком можно загипнотизировать в присутствии свидетелей, а затем включив магнитофон, расспросить у него все, что он знает о тех временах, когда в последнем воплощении его еще не было на Земле. Прежде чем гипнотизер сможет заниматься такими экспериментами, не подвергая никому опасности, он должен очень много поработать над собой. Вот такое вот мнение о гипнозе у деятелей восточной эзотерики. И с ними я согласен. Отлично, я согласен с тем, что гипноз – это черная магия в чистом виде. И всем представителям западного направления эзотерики знать это надо. Понимать, что такое гипноз и опасность, которые гипноз несет в общество, подавляя чужую волю. На этом до свидания, до новых встреч. – Субтитры создавал DimaTorzok